Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. Субтитры предоставил DimaTorzok Что интересного дарит нам окружающий мир? Об этом в рубрике «Изучаем Карачаево-Черкесию» с РГО нам расскажет Алла Динаева. Доброе утро! В рубрике «Изучаем Карачаево-Черкесию» с РГО мы сегодня хотим вам рассказать о научно-исследовательской лаборатории геоэкологического мониторинга, которая находится в Циберде. Именно здесь проводится работа, которая помогает оценить экологическое состояние республики, изучить природные объекты и найти ответы на значимые вопросы. И понять, как колеблются ледники, как они сейчас отступают в период глобального потепления, которое имеет место в наших региональных условиях, которое, кстати, усугубляется нашей хозяйственной деятельностью, это потепление. Потому что здесь местная циркуляция, здесь местный климат приобретает свои характерные черты. А точно определить эти характерные черты помогает и научно-исследовательская лаборатория геоэкологического мониторинга Кочегу имени Умара Алиева. Наталья Морозова – химик-аналитик и информация, которую она предоставляет гарантированная и достоверная, исключающая ошибки. Наталья Михайловна скрупулезно выполняет свою работу. Она профессионал высокого класса, говорит председатель регионального отделения Русского географического общества Вячеслав Онищенко. В лаборатории проводят различные химические анализы. Мы определяем металлы, железо, марганец, никель, хром, мы определяем органические вещества, фенолы, нефтепродукты, а также определяем сульфаты, хлориды, окисляемость и еще множество-множество анализов, о которых я могу говорить бесконечно. Тем самым мы показатели предоставляем заведующей лаборатории, которая проводит анализ комплексной оценки загрязненности наших вод. У нас уникальная республика, да? Уникальные реки. Да, реки у нас уникальные, конечно. И самое уникальное то, как эти реки могут самоочищаться. Сколько бы мы их не пытались ухудшить, загрязнить, они у нас самоочищаются в Верховьях. Как меняются осадки и температура, какие изменения происходят в климате, внимательно следят и знают ученые. С 70-го года по настоящее время, вот уже более 40 лет, значит, температура увеличилась в среднем на 2,5 градуса. Это очень большая величина. И в соответствии с этим уже, значит, идут изменения в природных ландшафтах. Серьезные изменения. Меняется структура растительности, вот, динамика стока рек, вот. Затем циркуляция воздушных масс, то же самое. Ну и климат, потому что отступают ледники. И оледенение вообще деградирует по Карачаево-Черкесии. За период вот 40 лет оно сократилось где-то на 32-35 процентов площадь оледенения. Это тоже была большая величина, потому что оледенение, оно играет значительную роль в изменении вот параметров окружающей среды, которые нас окружают. Русское географическое общество проводит экспедиции и изучает природные объекты. Горные озера нередко труднодоступны. Сканируем дно озер, эхолотом фотографируем, рисуем проекции дна, затем, значит, как химический состав воды в озерах, процесс его, значит, эволюции этих озер, как показатели благополучия, вот, ландшафтное разнообразие, показатель благополучия региона. Следим мы и за геоботаническими параметрами горных лугов, как они меняются, как они изменились с 80-х годов прошлого столетия, когда наши пастбища были перегружены скотом в 3-4 раза, и Карачаева-Черкесия выполняла продовольственную программу на государственном уровне, рассказывает доктор географических наук Вячеслав Онищенко. Ну и немножко, значит, были переоценены наши возможности. После этих событий, значит, пастбищные угрозы сократились у нас на 34 процента. Результаты работы экспедиции и химических анализов помогают выявлять, где и кем наносится вред окружающей среде, и региональным отделениям МРГУ принимаются меры по их устранению. Сразу об этих вещах мы информируем, значит, соответствующие ведомства, учреждения, Министерства природных ресурсов. Ну и потом уже, конечно, органы санэпидемстанции, санэпидемнадзора. В результате медленно, правда, но принимаются меры по устранению этих недостатков. Наше внимание привлекли молодые деревья, растущие во дворике лаборатории. Отношение людей, работающих здесь, к природе очевидно по этим насаждениям. Они посадили здесь деревца, наибольшим образом подходящие для произрастания в Циберде. Это дуб, пихта и березы. А этот дуб мы из желудя выненчили его. Из желудя мы его присыпали землей, он прошел естественную стратификацию. И потом этот желудь, когда он уже наклюнулся, мы его пересадили сюда, и он пошел рядом с березой, он рос. И береза начала его сильно угнетать. Но мы вынуждены были тогда березу срезать. Растут здесь также и ели, и сосна. Я смотря на свой молодой возраст, сосна уже плодоносит. Это не характерно, но у нас оно оказалось характерным. Вот видите плоды, это шишки. Это шишки прошлого года. Вот шишка прошлого года. А вот шишка настоящего, этого года. Можно? О, какая она моя! Вот она какая! Развеяли еще один миф про то, что сосна не желтеет. Желтеет, да? Желтеет. И созревает в течение двух лет. А в конце марта, начале апреля из-под щитков будут вылетать крылатки семена, которые распространяются по ветру на 200-300 метров от растения хозяина, и вырастают еще такие же зеленые красавицы. Если каждый из нас так же бережно и с любовью будет относиться к природе, наша планета всегда будет цветущей. Алладинаева, Рашид Токов, Вести, Крачево-Черкесия, Тибердан. В Ставрополе прошел профессиональный межрегиональный турнир по ММА. 19-летний боец, воспитанник известного тренера Марата Алиева, Шамиль Бастанов одержал уверенную победу. И в эти минуты в нашей студии тренер и его воспитанник расскажут моей соведущей Белли Джазаевой. Сколько туров надо пройти, чтобы выиграть пояс чемпиона? И почему сегодня бои без правил имеют такую популярность? Доброе утро всем. Доброе утро, Марат. Доброе утро, Шамиль. Благодарю вас за то, что вы пришли сегодня к нам в гости. В очередной раз вы с победой. Марат, конечно, как тренера, в первую очередь я поздравляю тебя. Спасибо. Твой воспитанник Шамиль Бастанов выиграл межрегиональный турнир в Ставрополе по ММА. Хотелось бы узнать, как все прошло, на каком уровне, как организация, кто принимал участие, Марат. Наверное, расскажите. И, Шамиль, ты тоже свои впечатления расскажешь. В Ставрополе обычно хороший уровень организации. Там в хорошем зале, в большом, просторном. Все было. Единственное, зрителей ограничение было из-за вот этой вот болезни. Вот. Вот так. Ну, весь Северный Кавказ. Да, да. Там даже африканец один был. В негр. Ну, этот турнир, он вообще профессиональный и традиционный? Да. Он каждый год проходит или в год даже несколько раз? Нет, в год несколько раз они проводят турнир. Практически каждый месяц. Да? Там карт составляют, да, бойцов. Ну, Шамиль, расскажи, ты с кем дрался или как это правильно сказать? Дрался, да? Бился, да. С бойцом из Дагестана. Он был из клуба «Горец». Один из самых престижных клубов, считается, в Дагестане. Вот. Подрался, выиграл. Ну, сложная была у вас битва? Да, на самом деле очень сложная. Я его очень недооценил. И чуть-чуть поплатился за это в первом раунде. Ну, восстановили свое положение и выиграли. А где пояс твой чемпионский или его потом дадут? Это все приходящее потом. То есть несколько будет боев потом, да, если ты выигрываешь? Да, и с побед, да, и уже выйти на титулованного и забрать пояс. А сколько тебе надо боев еще пройти? Парочку. Я сейчас иду уже на победной серии. У меня четыре победы и при нуле поражений. И уже, надеюсь, скоро дадут титульный бой. Шамиль, ты сказал, что ты с раннего детства занимаешься именно вот этим видом спорта ММА. Как ты пришел? Чем нравится? И все время ли ты у Марата Алиева? Я знаю, что Марат одержим этим видом спорта. Вот расскажи, какой он тренер, как ты занимаешься, как проходит твой день? Отличный тренер, я вам так скажу. К сожалению, я с детства к нему не попал, так скитался по залам, кто примет. И изначально я вообще пришел с дзюдо. ММА мне понравилось, то, что там и борьба, и стойка, и все, ну, смешанные единоборства. На то они и названы так, то, что на разносторонний вид. Как часто ты тренируешься? Ну, стабильно. Каждый день? Да. Ну, наверняка ты студент. Да, студент. Марат, я знаю, что сейчас ты тренируешь уже в детской школе, да? Тренер в спортшколе. Ты перешел туда? Да, уже с этого года. Почему? Ну, я говорю, материальное состояние улучшит. Скажи, пожалуйста, много ли деток сейчас занимается этим видом спорта? И знаешь, вот я хочу у тебя спросить, ты же все-таки в этом спорте очень давно. Ни одно поколение ты воспитал. С чем связана вот эта бешеная популярность боев без правил? Ну, и правильно говоря, ММА. Хабиб, Конор, ну, там, Парье. Ну, это то, что я знаю. Там все детишки помешанные. Мне кажется, это может благодаря тому, что в Соединенных Штатах его правильно продвигают. Из этого целое шоу делают грандиозное. И на всех каналах транслируются. И плюс к тому, что это ближе к нашей уличной жизни, вид спорта. К пацанам. Да, да. Ну, у нас какое отношение США имеет к нам? Ну, они же продвигают, как по телевидению, по интернету, везде, куда не заходишь на первых строчках. Вот эти американские промоушены все, UFC самый знаменитый. Ну, не кажется ли все-таки тебе это немножко жестоким видом спорта? Да, он не больше жестокий, чем тот же футбол. Ну, и здесь можно зарабатывать реально деньги, правильно? Можно, если на профессиональный уровень уже выходить. Вот мы только-только на профессиональный уровень выходим. А как обстоят дела у нас в республике? В республике развивается потихоньку. Все нормально. Мне нравится, как тут все идет. Турниров все чаще и чаще. Ну, только если бы не вот эта... Пандемия. Пандемия. Ну, есть талантливые дети, на твой взгляд? Много растет. Сейчас, что хорошо, детей много уже вовлечено в этот спорт. Даже я детскую группу набрал с шести лет. Уже своих выращиваю. Уже шести лет можно? Да. Ну, как там? Можно не прямо выходить драться. Ну, потихоньку подготовка идет. Но тренеры у нас тоже есть хорошие в республике. Да, да. Я знаю, что продолжение этого турнира будет совсем скоро, да? Когда? В декабре. Там же в Ставрополе? Да. У тебя уже другой соперник? Нет. Вот в третьем бою, с кем я подрался, боец был из Кабардино-Балкарии. И я ему дал реванш. У нас с ним будет реванш в декабре. Шамиль, ну, хочу, конечно, у тебя спросить. Ты свое будущее тоже связываешь со спортом? Скорее всего, да. Или это будет просто как увлечение? Мы уже чели в эту лодку, посмотрим, где мы утонем. Уже профессионально. Я очень надеюсь, что вы не утонете. У вас хороший старт. И, конечно, Марат, тебе и твоему воспитаннику я желаю всяческих успехов, побед. И спасибо, что нашли время. Спасибо вам. Спасибо, что позвали. Спасибо. В рубрике «Наше наследие» сегодня мы расскажем вам о Шаанинском храме, возведенном еще в X веке на территории нынешнего Карачаевского района. Память Николандской архитектуры – один из древнейших христианских сооружений в нашей стране. Подробности в материале Шерифат Лепшоковой. Здесь, на левом берегу реки Кубань, над селением Кастахи-Тагурово, высится скала Шуана, на которой расположен тысячелетний храм, называемый Шуанинским, иногда Хумаринским или Георгиевским. Но почему так разнятся названия? За свою многовековую историю храм претерпел множество изменений, в том числе и в своем названии. До появления новых населенных пунктов поблизости находилась только Хумара. С возникновением во второй половине XIX века Георгиевско-Осетиновского храм стал носить название этого поселения. Сейчас сооружение вновь широко известно как Шуанинское. Есть несколько версий этого слова. По мнению одних ученых, оно означает «седло», по мнению других – это перевод с Карачаевского со значением чего-то сверхъестественного. Но в чем нет сомнений, так это в том, что строился храм по канонам византийской церковной архитектуры. Мастера также были византийцы. Им пришлось изрядно потрудиться, чтобы возвести сооружение на вершине скавы. Стены храма, сложенные из местного камня на известковом растворе, освещался он узкими окнами. Построили его с миссионерской целью для проповедования и обращения коренного населения о ланх христианства. По мнению историков, удалось это сделать только частично. Если элита приняла новую веру, то остальная часть населения осталась по-прежнему в язычестве. Архитектура здесь была прямоугольная. Вот это вот видите, пристройка вот эта? Ну, типа прихожей, да? И с той стороны их не было. А их построили уже, когда здесь был монастырь. Монахи пристроили. И самое интересное, вот этот раствор, который был, которому тысячу лет, ножом с трудом ковыряется, этот, который монахи построили, его можно пальцем желушить. Тогда строили вот так добротно. Ну, говорили, что рецепт такой, что раствор делали на бычьей крови. В общем, разные легенды ходят. По словам грузинского географа и историка 18 века, в Ахуште в храме долгое время располагалась кафедра хумариинского епископа. С падением оландского государства ситуация изменилась. И много веков на скале Шуана были развалены. Пока в конце 19 века не был основан мужской монастырь, просуществовавшие до послереволюционных лет. Интересные находки вокруг Шуанинского храма. Исследователи обнаружили наземные и подземные каменные гробницы и кресты, некоторые с греческими надписями. Найдены были и искусственные пещеры небольших размеров, с открытой передней стенкой, которая после погребения закладывалась камнями. Но какова причина возведения сооружения именно в этом месте? Неужели из-за горного пейзажа, от красоты которого сложно оторвать глаз? Ученые-археологи дают несколько ответов. В первую очередь с большой скалы просматривался хороший обзор. Также через это место проходил и маршрут Великого Шелкового пути. Но есть еще и третья версия. На вершине вот этой скалы, на самой вершине, есть тисовая роша, реликтовая. Там море ландышей. Я с старшеклассником туда ходил на выпускной вечер, ландышей собирали. И там вырублен в скале большой, такой приличных размеров бассейн. В скале вырублен сплошной. Я думаю, это на случай необходимости укрыться. А туда можно было подняться. Вот эта тропинка идет туда, к подножию. И там может один человек, один человек от целой армии оборонять вот эту тропку. Потому что там надо только стоять, камни бросать. Сегодня храм переживает еще один виток в своем развитии. Здесь проходят службы, празднуются почитаемый осетинами праздник День Святого Георгия. Ежедневно это место посещают туристы. Шуанинский храм напоминает всем о богатом историческом наследии народов республики, перед которыми стоит непростая задача – сохранить тысячелетнюю память николандской архитектуры для потомков. Шерифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей». Хорошего продолжения дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В эфире Радио России, Карачаева, Черкесия. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России, Карачаева, Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok